Выигрывай танки, премиум аккаунты и много-много золота на whatshop.net Ну что, мы выкатили очень много тяжей, которых я считаю очень красивыми. Теперь, наверное, пошла пора чего-нибудь такого, да? Чего-нибудь маленького и пронырливого. Я считаю джедая одним из самых красивых танков в песке. И самый для меня в нем красивый момент это отсутствующие подкрылки вот в этом вот центральном секторе. Я не знаю почему их нет. Я не знаю почему остальное, остальное есть понятно, потому что бы грязь, чтобы не летела. Но почему нет центральной секции? Возможно из этого люка, который должен тут запускать или выпускать танкистов в танки обратно. Я не знаю почему, но именно благодаря тому, что эти секции подкрылков отсутствуют, тут сверху смотрится какой-то маленький баггикар и этому, и это меня радует, я считаю его красивым танком. Запускаем в бой, его немедленно, ни секунды не держа вне боя. Андрейка пишет, Паш пред лежу дома, перенес сложную операцию, даже вставать нельзя. Удачи тебе в жизни, выкатите 112, теперь он самый красивый китаец в игре. Я вообще не считаю, что китайцы и танки в какой-то мере красивые, я ни одного не взял. Серьезно, они все длинные, они все неприятные на вид, даже тип 59. Только голдовый тип красивый, но обычный, я посмотрел на него, 54-ка краша, наша отечественная, поэтому не хочется. Прости, Андрюшка, ты там лежи, выздоравливай, поправляйся. Стримы смотри и, как говорится, сложную операцию перенес, кушай что-нибудь простое. Жмыга пишет, Пашунди, единственное хочется иногда сломать тебе ноги, заложить ей слово класть, само собой-то няшка и чмоки. Положи на это все. Амвей, ты такой гламурный, включил только твой стрим. Девушки, наверное, сохнут по твоему модному стилю и по твоей чашке. Не сохнут, типут, глупо. Удачи тебе в личной жизни, если кси девушки под боком и удачи, чтоб не отходило. Главное, чтоб была с мозгами. Молодец, красавец. Спасибо большое, Ситник. Но вот бы сейчас заходишь в окружение. Классный стрим. Тонкий юмор, не всегда, но разговор. Эмоции позитивные, весело. Вот так держать. Это и есть путь к росту. Желаю увеличения. Он и так большой. Спасибо, Пермяк, соленые уши. Так, началось, короче, какое-то порево тут. Само-порево. Ну-ка ты, извинись. Во вражеском чате. Они просто пострелялись и разошлись. Никто никого не добил. Странные ребята в песке. Так, по порядку. Девушки, сохнут по моей чашке. Ребята, чашка и девчонки. Эта чашка стоит 22 евро. Она... Здесь просто была налита вода из крана, ржавая. Даже так скажу. Из унитаза черпнул. И эта кружка превращает содержимое в вино. Но если немножко подождать, то кофе. Я немножко подождал. Я сейчас пью чистейшее кофе из этой кружки за 22. Кружка сделана самим Энсо. Ну, я думаю, да. Я в это верю. Иначе я бы ее не стал покупать. Не стал бы. Так. Надо разобраться. Текут ли девушки или сохнут. Видя такую кружку. Потому что заходишь в общество мокрых девушек. Они как все повысохли. Такой. Ухожу, ухожу. И лысый из Бразерс такой на тебя. Ты уйдешь? Нет? Шутеха такая, шутеха. Так. Ну, а мы продолжаем ехать. Вопрос. Нахрена мы едем? Кого я тут буду убивать-то пока приеду, друзья мои? А? А? Мне дежавю сейчас. Это что, мне могло присниться? Что, я сижу на стриме? Что, я шучу про сохнущих лысых из Бразерс? Уже, какая хрень, какая ересь мне снится. Ребята. Так, ну че? Ну, я раз приехал, буду уж дальше ехать. Давай, расскажи мне про бронепробить обратно. Раскрасивому-то мою джедаю. Не пошло что-то, да? Ха-ха-ха. Малыш. Ты еще не пил из кружки Феррари. Все впереди. Как я сквозь машинку? Так, он будет еще выезжать? Этого раздраконили. Давай, А20, смотри. Пулеметик. Пулеметик делает свое голдовое дело. Так, Матильда не мой каприз. Не хочу ее. Как я его драконю? Улыбочку вас снимает? Дракон. За бесплатно. Так, ну что, пора, наверное, возвращаться. Хотя, подождите, у них осталось две арты. Одна ПТ-шка. И просто к тому, что будут ли они сейчас нашу Бразу бать? Или не будут брать нашу Базу? Блин, сейчас с Матильдой я натерплюсь. Я могу пробить ее не только лишь куда-нибудь. Никуда я ее не смогу пробить. Блин, что делать? Она сейчас мне изнахратит всего. Ну окей, пойдем в танцы кружиться. Никуда, даже я ее в Бартин не пробиваю. В корму входит. Это союзная арта мне напихнула? Стоп, я куда пробивать? Вот в эту крышку, что ли? О, Реал. Я пробиваю его в верхнюю крышку, а не в нижнюю. Жопы. Да тихо, тихо, брата. Вы убили уже, убили. Что ты? Секстон 2. Это в нашей команде же, да? Выхни тот жопешник. Нахреналил мне на 35 хп? Ну ладно, хоть и надо. 300 хп. Всего 200. Вперед, друзья. Вперед, точнее, в данном случае. Назад, друзья, назад. Мы возвращаемся. Целый пояс убитых врагов. Потраченные голды. Танк дорогущий, кстати. Вот он такой же красивый, как и дорогой. Ну, сверху клево ведь смотрится. Смотрится, как будто машинка реально едет. Такая, вот так, отключим все лишнее. Реально машинка. Прямо вот. Жми лайк, если играл в самую первую GTA, где игрались сверху вот так вот, разглядывая все. Стоп, я тут еду, понимаешь? В режиме вот там сверху, а у нас тут враги. Надо добить. Добил. Хорошо. Молодец какой! Просто... Че это? Че это произошло? Спокойнее, друзья, поспокойнее. ПЦЦ, локаст в прицеле, а я на красивом джедае. ПЦЦ можно вообще просто ноги об его мониторе вытирать, потому что он меня не пробьет никуда. Никогда. А вот стюарт, кто бы помнил-то? А стюарт, лучше поубивайте заранее. Блин, я его сам не пробиваю. Так, ладно. Ну там что-то по одной залетает. Мосявки. Ну пожалуйста, 3 хп, картош! Спасибо, спасибо! Тащим, нагибаем еще! Сейчас только бы от арты не сдохнуть, я ведь с одной пульки упаду. Раз! Это че такое свалилось? Это от Ту-26? Какой-то кумулятик упал. А? А! А че такое-то? Я в тире в каком-то нахожусь. Батюшки, свет, друзья. Я вернусь-ка. Я вернусь-ка! Там Мардора нашего кто-то расчленяет. А вот, наверное, кто. А этого пацана я не пробью никуда. Я такой же, как ПЦЦ. По мне будут стрелять. А, его и так убили. Плекляшно! Пульки не долетают, нужно ехать близко. Поехали близко. Локаст на центре где-то. Кстати, локаст меня может шотнуть. Направляемся в атаку, друзья. Упыри. Стопэ. Это плохая идея ехать вот так, как я. Потому что если сейчас подсвечивают меня ПЦЦ из-под моста, то меня арта тупо расстреливает. Блин, я делаю глупость. В прямом эфире, ребят. Не делайте так. Не срезайте углы. Даже если вы едете на медленном танке, лучше всегда ехать там, где ты можешь, как только подсветился, немедленно уйти в укрытие. Немедленно начнет раз, два, и ты уже в укрытии. Но я делаю все неправильно. Потому что что? Потому что я расслабился и еду так вот просто. For fun, push-push, о-ло-ло. Пек, лол, азаза. Так, это чья пулька тут упала? Может быть, я... Единственный вариант выжать это под мостом постоять. Отстрелить как-то под СЦ. Вдруг он под тем же мостом сейчас находится сам. Не уверен. Хотя, может быть, на этом подъеме уже будет побезопасней. При этом я боюсь локаста. Он может в борт мне про... прохреначить. Интересная история. ПЦЦ убежал, видать, к себе на базу. Так, ну я проехал самый опасный участок, где мог сдохнуть. Теперь попробуем сыграть как-то осторожно, аккуратно. Поджимаясь и прижимаясь вот к этому вот домику. А еще лучше ныкаясь за водонапорной башни, вот этой вот чудесной. И этим вот амбаром, который весь, правда, разрушаемый. А это не главное. Не главное, друзья. Как продвинул список полученного урон, друзья? Это дамаг панель. Кстати, это... Слушайте, а что я туда мучаюсь? Надо включить тогда стандартные циферки. ОП! Ха-ха-ха-ха! Ошибочка! Ой, тихо, я же бортом локасту. Ром-бом-бом-бом-бом-бом. Опа-опа-опа-опа-оп! Так, локасту вон откуда бьет. Ага. Почему я его не вижу? Он самый незаметный танк в игре, на секундочку. Он отсюда стреляет откуда-то. Сейчас Матильда, может, подсветит. Подожду. Я реально шотный от арты, сейчас сдохну, не хочется. Да тихо ты потерпи, ты секстон! Слишком много секстонов в твоей жизни, похоже. Сейчас я тут должен локаста. Потому что если он пробьет меня, то наши медленные сразу же не алло. Или что? Лампа загорелась? Загорелась. Сейчас ждет локаста подачи. В кустах, значит, артурики стоят. Платочки свои, те ребят. Напряженный момент, ребята. Красота побеждает уродство. Внезапный поворот. Вот именно на его месте могу быть сейчас я. У господина, ибо явно не пошло. И в чат вражеский не напишет, что ты козел. Он лишь союзный пишет. Он пишет артоводы троиточи. Трои... Трои звезды. Вот так. Трои звезды. Все в говне, ребята. Все в говне. Ромбом. А зачем я стреляю? Ромбом. Я... Боже мой. Как я его не заметил? Куда я смотрю? Внимательность у меня превышает все допустимые пределы. Как страшно жить. Как страшно жить. Че творят эти игроки, эти игроки? Так, ладно. Будем работать на вычекивание. Вот куст. Заезжаем. Лампа. Не горит. Не в этом кусту. Вот здесь кусты. Выезжаем. Обратно. Не в этом кусте. Выезжаем с краю. Обратно. Не в этом кусте. Выезжаем. Обратно. Не в этом кусте. Наверное, убежали просто. Так, окей. Немножко проедем. Так, стоп. Проезжать-то не нужно. И доберу. Ай! А че я не стою, пока я не стреляю? Мои же фраги тут пропадают. Ну вроде бы как бы победка почти Бежим вперед, ребятки Сейчас только, не знаю, седьмого фражика Поссосировать и будет топчик Будет very wonderful К гадалке не ходи, он тут в этой вот Лощинистой, сонной Не хватило чутка Джазу! Просто взял Красиво затащил На красивом танке На красивом стриме А? А? Это для тебя Кто там сохнет, течет? Для всех, короче Какие могут быть вопросы Когда такой чудесный бой Вы посмотрите Здесь медали и ордена Победа, друзья Просто, просто берешь И на гайд Но если учесть, какие у нас играли Расчудесные Лучшие просто в мире Союзники, тиммейты То тимплей в этом бою отсутствовал Но персональный скилл Превалировал, присутствовал Потому что красивый танк Играешь и радуешься Всего 100к заплатил за бой Друзья Да, это было Да, это непросто Это было непросто У нас онлайн Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok